Ну, а если больное сердце было, мне что делать, а, Валентина Ивановна? Я не ожидал, честно говоря, вот это всё. Мы сами все растрогались, Николай Иванович. Под огромным впечатлением, как о вас тепло, все говорят, и очень заслуженно. Вот это я говорю. Надо здоровое сердце иметь для того, чтобы всё это слушать. Большое спасибо, и очень тронут, что палата, Совет Федерации, Валентина Ивановна приняли такие решения, чтобы, ну, в какой-то степени отметить мой юбилей. Я думаю, каждый из нас понимает, что когда наступают такие особые даты в жизни, не очень люди рвутся, чтобы отмечать и так далее. Но тут Валентина Ивановна настояла, приняла, как всегда, довольно твёрдое решение. Деваться мне некуда, и поэтому вот я сейчас стою перед вами. Уважаемая дорогая Валентина Ивановна, уважаемые друзья, уважаемые соратники. У каждого человека наступает период, когда понимаешь, самое время оглянуться назад, чтобы ещё раз воскресить памяти пройденной в жизни путь. Я не намерен докладывать о своей биографии, она известна всем, и Валентина Ивановна, значит, некоторые эпизоды привела. Я хотел бы поделиться с вами своим жизненным опытом, с вами нынешними парламентариями, у которых из вас, большинство из вас впереди жизни. И, может быть, опыт, мой жизненный опыт, он пригодится вам. Ещё не понимаю, знаете, в жизни всё бывает, и поэтому надо знать и положительный, и отрицательный опыт. Жизнь моя была весьма сложная, и в то же время интересная, насыщенная. Я совершенно откровенно могу сказать, что, несмотря на всё то, что происходило со мной, я не жалею о прожитых годах. Тяжёлое военное детство, голодная юность, напряжённость, работа на Уралмарзаводы, о которой вы сейчас вот слышали от наших ветеранов, 20-летие жизни в коридорах власти в Москве. И вот уже практически почти четверть века парламентарий. Сначала Государственная Дума, а сейчас вот 16 лет Совет Федерации. Жизнь довольно круто иногда обходилась со мной. Мне доводилось не только быть свидетелем событий, но и участникам этих событий, когда нашему государству приходилось принимать самые серьёзные решения, когда в государстве были переломные моменты. Я прошёл этот путь, и я не жалею, что я его прошёл. Моё поколение – это дети войны. Многие из нас, несмотря на страшные военные лихолетия, остались живы. Мы за малолетство не воевали, но нам довелось испытать все ужасы прошедшей войны. После окончания войны стране крайне нужны были кадры. Самая трудоспособная часть молодых людей – это рождение 1923, 1924, 1925. Они, те, которые должны после войны заводиться семьями, иметь детей, работать на благо Родины, они легли в землю. Только 3% из этих трёх возрастов, только 3% осталось живых. 97% легло в братские могилы. А старшее поколение, как вам известно, они погибли в начале войны, первые два тяжелейших года. Поэтому именно наше поколение, оно оказалось гуще событий восстановления экономики, разрушенной экономики нашего государства. А затем постепенно переходить на строительство мощного, великого государства. Поэтому вот особенность нашего поколения, которое вместе с уцелевшими солдатами, израненными людьми, мы, значит, как говорят, взвалили на свои плечи. Я считаю, что в этом как раз особая роль моего поколения. После окончания Краматорского машиностроительного техникума, это тоже в Донбассе, в 70 километрах от того дома, где родился и жил, я жил в шахтёрском посёлке, Краматорск, это основной машиностроительный завод, вернее город. Я решил, не решил, а очень хотел продолжить образование, получить высшее образование. В то время в этом городе не было, значит, высших учебных заведений такого профиля. По-моему, был только учительский институт и всё. Поэтому, когда, после окончания техникума, мне предложили несколько городов, и в том числе Свердловск, там были хорошие города, Алмата, Барнаул и так далее, я выбрал Свердловск. Потому что пацаном бегал смотреть киножурналы перед кинофильмом, в то время всегда это показывали. И там показывали Уральский политиктический институт, вот где сейчас доска висит, что я там учился. Вот, прекрасный институт, с колоннами приходят фронтовики. Вот, и я знал из кинофильмов, что есть такой институт. И поэтому я выбрал этот, значит, город. Ну, и, конечно, мы знали, что там есть мощный завод. Значит, волей-неволей нам во время учёбы говорили об этом. Вот так я оказался далеко от того места, где я родился, где я учился, а если точнее, за 3000 километров. не имея ничего, никаких, значит, протекций абсолютно, значит, вот пацан, который никаких, ничего не имел, никто не помогал. Может быть, казалось, такое стремление, тогда не было песни за туманом и за запахом тайги, но была романтика, и мы стремились, стремились посмотреть мир. Может, это сказалось и гены, потому что в подсовской линии мой прадед и мой юноша, дед, в середине 19 века хотели найти лучшую долю и ушли, дошли до Южного Урала и остановились или их уговорили. Казачья станица, самые натуральные оренбургские казаки, казачья войска. Поэтому моя бабушка по материнской, по отцовской линии, казачка, может, вот этот казачий характер, который очень сильно отличался от всех отстаниц, может, как-то повлияло и на мой характер. Когда я закончил техникум, стоял 1950-й год. Война закончилась. Пять лет как закончилась. Страна находилась в разрухе. И поэтому в это время была напряженнейшая работа восстановления народного хозяйства. Нам в то время говорили, в стране говорили, что Советскому Союзу надо 50, а некоторые называли 70 лет, для того, чтобы восстановить экономику, народное хозяйство. Ведь оно было разрушено, начиная от западных границ до Волги. Все было разрушено. И жилье, и заводы, и фабрики, и учебные заведения. Все было, значит, разрушено войной. Поэтому надо было восстанавливать. Я пришел на Уралмашзавод. Мне попросился в цех. Хотя техникум кончал с уклоном, конструкторским уклоном. Но я попросился работать в цех. Пришел. Мне дали аж 25 человек. Сменный мастер, спецовку. Вот так я начинал работать. Вот. Завод работал в бешеном темпе. Я прямо говорю, это был военный темп. Я не работал в войну. Но у нас половину работающих, это те люди, которые в войну работали. Они говорили, никакого, значит, различия нет. Что в войну мы работали, что после войны. Действительно, это было, ну, колоссальное напряжение. Работали день и ночь для того, чтобы спасти положение. И мы восстановили, страна восстановила себя за пять, за семь лет всего лишь. Через пять-семь лет появились заводы, фабрики. Да, это было тяжело для народа. Народ не одевался как следует. Жилье, жили в землянках и так далее. Но что самое главное, не было вот такого ропота. Ага, вот война окончилась, а мы, значит, вот такие, бедные, нищие и так далее. Все понимали, все понимали, что надо восстановить. Все понимали, что мы работали не только за себя. Мы работали за тех, своих братьев, которые легли в могилы. Я считаю, это великая благодарность нашему народу, что несмотря на то, что он такую войну пережил, после войны пережил, он мирился с этим, мирился. Он понимал, что он идет на трудности для того, чтобы восстановить все-таки наше народное хозяйство. Я же сказал, мне дали аж 25 человек. Через 25 лет я покинул проходную завода ровно, почти день в день 25 лет. За плечами у меня осталось 52 тысячи человек. Вот то, что произошло за 25 лет. Поэтому для меня Уралмарзавод это не просто формальный институт, академия. Это моя жизнь. Это моя любовь. Я до сих пор люблю, горжусь, что я работал на Уралмарзаводе. Там и моя личная жизнь состоялась. Там жена у меня появилась, семья появилась. Через несколько дней будет 64 года, как мы живем. Вот представьте себе. Уважаемые друзья, ну, сказать, что всегда была жизнь прекрасная, что все мы правильно делали, никто не поверит никогда. В жизни все бывает. Были у меня в жизни те моменты, которые я не хотел бы особо вспоминать. Это, конечно, переход, мой переход с Урала, перевод с Урала Министерства тяжелого машиностроения на должность первого заместителя. У нас министерство было трехотраслевое, тяжелое, транспортное и энергетическое. Энергетическое машиностроение, развитие энергетики очень сильное. Его выделили и, соответственно, первого заместителя нашего министерства, кстати, тоже бывший директор Урал Маша, его перевели министром. Ну, а меня, как по традиции, значит, первым заместителем. Я понимаю, знают всю систему, которая была, меня все равно назначили бы, никуда я не делся бы, все назначили. Но я всегда себе корил то, что я добровольно, безропотно согласился. Я не сопротивлялся. Мне сказали, я руки по швам и, как говорят, оказался в Москве. И только в Москве я понял, что я потерял. Я потерял коллектив, я потерял единомышленников, я потерял людей. Дружный коллектив, мощный коллектив, интеллектуальный, производственный, сильнейший коллектив, я его потерял. это люди, которые для нас и завод, и работа, это было одно и то же. Мы работали на заводе, рядом мы жили. Беда, она касалась всех, если наступали какие-то тяжелые дни на заводе. Радость, мы также, как говорят, радовались все вместе. Поэтому вот это я потерял. Но в то же время, конечно, работая в министерстве, я и приобрел некоторые знания. Если тяжелое машиностроение, я знал хорошо, потому что, я сам выходец с такого завода, то транспортное машиностроение, это железнодорожный транспорт, тепловозы, вагоны, там все эти. И вот я, конечно, хуже знал, гораздо. И, значит, вот это в какой-то степени моей жизни дальше повезло. Для нас железнодорожный транспорт, это особо для нашей России. Когда говорят, вот, там Европа, значит, там транспорт, да что мы сравним Европу? Разве сравнить наши просторы, наше пространство? Да даже если будет изумительная авиация, которая была, я надеюсь, она и будет и дальше, все равно железнодорожный транспорт для нас был и остается на многие-многие годы. Ну, я в министерстве еще ознакомился с одним делом. На Уралмашзаводе, как все крупные заводы, они ведь, кроме гражданской продукции, я не скрываю, это всем известно сейчас, мы делали военные продукции. Я занимался производством артиллерии. Поэтому артиллерию я знал неплохо. Я знал и полевую артиллерию, и мы делали танковую артиллерию, для танков, для самоходов. Вот, потому что танки, самоходки Уралмашзавод прекратил делать. Т-34 мы прекратили в 43-м году и по решению ГКО перешли на изготовление самоходов СУ-100. И закончили, закончили в мае месяце, когда Победа, прекратили изготавливать эту знаменитую самоходку, очень хорошую. Она заняла одно из первых мест среднего класса. То остальное в министерстве, а мы очень много делали оборудование для инженерных войск, и понтоны, и разминирование, и минирование, очень много техники. Это, конечно, для меня было новое. я также очень познал и приходилось много заниматься ракетной техникой. Байконур, другие заводы, связанные с изготовлением ракетной техники, оборудования для него. Но возьмите даже такие, можно сегодня сказать, ракетные установки, железнодорожные ракетные установки. Это гроза. Это гроза для американцев. Они, по-моему, шарахались. Они там с ума сходили, когда они знали, что у нас появились ракетные железнодорожные установки. Ракетные. Сегодня стоит ракета здесь, а через два часа она за 50 километров в какой-то другой стороне. Попробуй и найди. Поэтому это, конечно, очень сильно помогло мне. Вот. Прошло несколько лет. В 1978 году умирает первый заместитель председателя Госплана. Ну, и по Москве поползли слухи. А Москва это тоже хорошая деревня. Если слух в одном месте, значит, пустили, через сутки, значит, в другом месте обязательно узнают, как деревни. И вдруг, значит, среди кандидатов мы заинтересованы были, потому что этот заместитель вел наше направление. Прозвучала моя фамилия. Я тут немножко, значит, стал чесать голову, думаю, все, хватит. Я один раз, значит, руки по швам, больше это не будет. В общем, короче говоря, я кинулся защищаться, воевать. Бросился к заместителям председателя Совета министов, те, которые занимались машиностроением, обороной, вот, те, говорят, пожимают плечами. Это там на старой площади решает. Жалко, что ты уходишь, жалко, мы тебя знаем, но мы сделать ничего. Стало обходить секторей ЦК, которые тоже занимались промышленностью, обороной, те, говорят, мы ничего сделать не можем, сделано наверху, уже наверху вопрос решен. Байкова говорит, Николай Константинович, не назначайте меня, я привык к конкретным делам, я всегда занимался, я видел, что я делаю и результаты своего труда. А Госплан, безбрежный океан, тут берегов не видно, как можно работать, когда не видно берегов даже. Он говорит, ничего, есть система, научишься. Вообще, я говорю, нет, я не пойду. Я надеялся, что все-таки, когда меня вызовут на самый верх, может быть, уговорю, чтобы не трогали. Значит, учитывая, что эта должность, это ранг министра Советского Союза, а министры все утверждались на полидерон. Меня, естественно, вызвали туда, но думаю, вот сейчас, звездный час, сейчас я попробую решить этот вопрос. Ну, когда там доложил, по-моему, Капитонов доложил, кто я такой, значит, и так далее, вот, значит, Брежнев, он так повернулся, он уже немножко староват был, мягко выражаясь, вот повернулся, так вот, смотрит на меня, говорит, ну и попался же ты, значит, и я понял, что дергаться мне уже нельзя, что он прекрасно знает мои походы, и в Совмине, и в ЦК, я спекся, короче говоря, вот так стал первый заместитель председателя Госплана. Вот. Ну, что я могу сказать? О Госплане можно много говорить. Конечно, это экономический штаб нашего государства. Сегодня мы очень много не понимаем, что надо делать. Вот возьмите такой, значит, пример, обычный, ну, жизненный пример. Есть указы, указы президента, 12 указов. Многие говорят, а зачем они нужны, значит, и так далее, значит, чушь. Они крайне необходимы, они нужны. В Советском Союзе не было указной системы, просто в системе не было этого, но было другое. Каждые пять лет ставилась цель, вот куда надо идти. Указы сегодняшние, это та же цель. Куда через пять, через шесть лет надо, чтобы страна пришла. Без цели нельзя жить государство. Никому не верьте, что само все отрегулируют. Чушь это все собачья, значит, так? На самом деле это цели. Но почему сегодня все газеты пестрят, это не ладится, там оперативки проводят, значит, что-то не получается с этими указами, потому что нет системы, нет системы осуществления этих указов. Есть цели, а как это делать? Нет системы. Мы предлагали, давайте, в конце концов, значит, создадим систему, чтобы действительно можно было осуществлять то, что полагается. Но, к сожалению, вы знаете, 20 лет Госплан как только могли, так топтали кругом. Самый критикуемый орган был. Я сейчас задал вопрос, ну что они ополчились на Госплан? О, вот там дураки работали, там непонимающие люди, да чушь, там прекрасные специалисты работали, прекрасные, прошли огромнейшую школу, просто те, которые взяли на вооружение экономическую модель Фридмана, значит, ну, вы знаете, модель, монетаристскую модель, они прекрасно понимали, что Госплан недопустим при этой модели, недопустим, поэтому и топтали его, значит, ну и многие говорили, надо потоптать Госплан, сказать, вот плохо в Советском Союзе было, потому что был Госплан. Конечно, это все чпуха, это все ерунда, и получилось так, ну, Госплан, извините, такой я вот слушал, ну, как, знаете, дурная болезнь, значит, так, дурная болезнь, которая неприлично говорит при людях, вот так и Госплан стал, поэтому я считаю, что это огромнейшая была ошибка, пять лет назад мы приняли закон о стратегическом планировании, но, к сожалению, значит, все это остается, как говорят, на бумаге. Дело в том, что, уважаемые друзья, я не часто выступаю, но, когда я выступаю, я очень часто говорю о том, что надо сделать. на мой взгляд, я совершенно откровенно говорю, система, которая была в Советском Союзе, она себя оправдала перед войной, когда за 10 лет мы провели индустриализацию, за 10 лет, 11 лет построено в стране было 10 тысяч предприятий, представьте себе, это мобилизационная экономика, да, в одних брали, другим давали, наступает период, когда это надо делать. Война это особый случай, после войны восстановления, что за 7 лет, за 5-7 лет можно так просто восстановить? Конечно, у кого-то забирали, кому-то давали, государство определяли, куда надо направлять, но время прошло, время прошло, но и я считаю недостаток политического руководства страны было то, что надо было найти вот ту критическую точку, когда одна система выполнила свой долг перед страной, надо в это время находить были новые модели, Косыгин внес предложение, так называемая Косыгинская реформа, я ее захватил на заводе, я начинал главным инженером, директором завода, она много дала, по сравнению с сегодняшней моделью, это конечно капля в море, но по тем временам это было конечно совершенно новое, мы хоть немножко вздохнули, мы хоть немного увидели, что как ты работаешь, что ты можешь получить, а до этого как не работал мой завод, у меня до копейки забирали, всю прибыль, до копейки, а потом я шапка ехал в Москву и говорю, дайте пожалуйста на жилье, дайте построить детский садик, построить цех там и так далее, ну разве это система, да и потом научно-технический прогресс, он полным ходом ушел по миру, он в стороне оставался, поэтому я считаю, это огромнейший недостаток политического руководства страны, которая догматически, догматически подходила, вот, вот есть одна система, она на сто лет вперед, чепуха, каждая система, она живет определенное время, приходит время, меняется система, меняется положение, меняются цели, только так можно, в 82-м году умирает Брежнев, секретарем, Андропова утверждает, генеральным секретарем Андропова, через 10 дней плену, я член, как, значит, первый зам, я был член ЦК, вот, депутат Верховного Совета, вдруг меня приглашает в воскресенье к генеральному секретарю, а я его только на картинках видел-то, я и не знаком был с Андроповым, ну, видел, на политбюро бывал, он сидит, я даже не знаком был с ним, в общем, короче говоря, он мне предложил быть секретарем ЦК по экономике, не было до этого секретаря ЦК, ну, я ему сказал, Юрий Владимирович, я ведь ни одного дня не работал в партийных органах, ни одного, я никогда не работал, да, я был коммунист, я был член, там, райкома, горкома и так далее, но я никогда не был секретарем, ни одного дня, он говорит, ну, если, надо было такого, так мы вас не приглашали, мы бы нашли кого-нибудь другого, в общем, короче говоря, меня избрали секретарем ЦК по экономике, и одновременно заведующим экономическим отделом, кстати, сказать, мне очень нравилось вот такое сочетание, и секретарь, и через тире заведующим экономическим отделом, то есть, никаких вот препон между этого нет, таких было два или три секретаря было всего лишь. Через несколько дней после избрания, может, через неделю, через 10 дней, он приглашает Горбачева, он был член ЦК, вернее, член политбюро, долгих Владимир Владимирович, вот, год назад еще с нами сидел здесь, так, он был кандидат члены политбюро, и я, новый секретарь, неостепененный, и так далее. Значит, разговор такой был, сейчас очень много пишут в статей, газетах, значит, труды, что вот надо менять экономическую модель, но у нас нет никакого, значит, ну, решения, никакого взгляда, а что должно делать государство, куда должно пойти государство, какие, значит, изменения должны пройти в экономике, там, в социальной жизни, у нас ничего нет, разговоров много, статей много, а, значит, мы не знаем, куда, и, значит, вот, я вам поручаю, вы, значит, не уходя от своей повседневной работы, вот, займитесь этим делом, давайте вырабатывайте концепцию, ну, каждый из нас занимался своим делом, у меня было девять министерств, которые, ну, я курировал, начиная госплан, министерство финансов, там, госком, и так далее, где, мы занимались, я должен сказать, неплохо, неплохо занимались, очень активно, совещаний, много анализов, встреч, колоссальное количество было, вот, и объективно мы в то время дружно работали, потом жизнь нас развела, Горбачев, значит, постепенно, значит, ушел в другую сторону, вот, а мы с Владимиром Ивановичем как в то время подружились, и так, и мы дружили до сих пор, мы никогда не предавали друг другу, мы всегда шли, значит, плечом, плечом, мы при Андропове эту работу не закончили, вы знаете, он жил всего лишь 15, значит, работал 15 лет, 15 месяцев. Николай Иванович, я очень извиняюсь, время истекло, мы 15 октября, Николай Васильевич имеет поручение, будем проводить всероссийскую конференцию, посвященную вашему юбилею, предоставим возможность, это не последний точно раз, обязательно возможность, потому что рассказ вас, ваш, это рассказ о жизни целого поколения, определенного этапа исторического жизни страны, поэтому, если можно, мы сейчас завершайте, пожалуйста, и обязательно продолжим на конференции, и, возможно, еще раз на части эксперта, пожалуйста, Николай Иванович. А я только разогнался, Валентинович. Николай Иванович, ну у нас еще повестка большая, я смотрю, у меня сенаторы скажут, что я плохо веду заседание. Валентинович, да я знаю ваш характер, вы все равно приживете. Это все шутки, я очень люблю Валентину Иванович. Это взаимно, Николай Иванович. Представляете, какой портрет, какой красивый мужчина. Несколько слов. Я должен сказать, все-таки, говоря о экономике, мы предлагали, за что нас били, мы предлагали вариант сочетания рыночных отношений, сочетания с государственным регулированием и социальной направленностью. Вот наша была кредо. Мы предлагали Верховному Совету три варианта, тяжелый, средний и более легкий. Но, как говорят, на нас спустили всех собак, какие только существовали в то время. Я не хотел бы, друзья, чтобы вы когда-то попадали в такое положение, как я попал последние два года своего премьерства. Это надо было выдержать, это надо было выдержать, потому что все, что было грязно, было брошено на дискредитацию правительства. Все. Вот. Это было страшное время. Я понимал, зачем это все делается. Ну, все мы люди. В конце концов, кончилось тем, что, значит, я не дожил. Я предупредил Горбачева в первых числах декабря 90-го года, что я ухожу, что я дальше работать не буду. Я вижу, страна разрушается, что сделать я ничего не могу и соглашаться я не могу с тем, куда вы ведете. Он тоже уже в то время туда, значит, подходил. Поэтому вот кончилось тем, чем закончилось через неделю, значит, во время съезда меня ночью увезли в больницу. Получил я инфаркт и началась моя жизнь, не жизнь, началась борьба за жизнь. Я выжил, выжил. Вот, слава Богу. Вот. Хотя, как говорят, многие говорили или туда, или ногами вперед, или головой вперед. Ну, учитывая, что будет еще конференция, я действительно могу там более подробно поговорить о экономических делах. Я бы в заключение хотел сказать, уважаемые друзья, я 16 лет Совет Федерации и Государственной Думы, и Совет Федерации, мы, конечно, постепенно набирали темп и набирали опыта парламентаризма. Каждый, у нас 4 председателя, Валентин Иванович 4 председатель за 25 лет. Каждый, конечно, председатель оставил определенный след. Не моя задача сегодня делать анализ, кто как работал, это, не надо мне этим делом. Но я должен сказать, что вот, наблюдая, как было, допустим, там 10 с лишним лет назад, и что сегодня, сегодня палата, палата совершенно стала другая. Понимаете, мы были 10, там 12, ну вот 16 лет назад, мы были опущены ниже плинтуса. Кто только, по-моему, ленивый нас не критиковал, и что мы отстойник какой-то, черт, что только говорили, какую грязь на нас не лили. Сегодня, слава Богу, сегодня Совет Федерации очень сильный, сильная ведь власть. Мы ведь государственная власть, одна из государственных власть. Поэтому это огромнейшие изменения, которые произошли после того, когда пришла Валентина Ивановна к нам, здесь. Второе, я считаю, что несмотря на критику, там вот старики пришли и так далее, пусть они кричат, но то, что вот такое сочетание, когда сидят здесь люди, вчерашние губернаторы, люди, которые занимали высокие государственные посты, и приходят очень талантливые люди, вы приходите, молодые, вы прекрасные специалисты, свои учителя, врачи и так далее, но опыта мало государственного. Вот такое сочетание, оно, конечно, очень сильно помогает, и я думаю, это великое достояние, что у нас вот такое сочетание и опыта, и энергии. Ну, я уже не говорю, что интеллектуальные дела, время эксперта, но думал ли я, что сегодня время эксперта, стану на эту трибуну и буду выступать перед вами, нет, конечно, или, значит, политическая разминка, это тоже великое достояние, это надо тоже уметь и не бояться каждому из нас дать возможность говорить то, что он хочет, кто желает, никто же не программирует наши выступления, поэтому я считаю, что огромнейшие произошли изменения, и дай Бог, чтобы вы, а вам придется многим, очень еще много лет работать, чтобы вы действительно тот опыт, который постепенно мы накапливаем, чтобы он был использователь. Я бы хотел закончить свои слова, вернее, свои выступления, процитировать даже. Значит, есть такой знаменитый, был, вернее, такой знаменитый социолог, мировой социолог, российско-американский, Петерим Сорокин. Кстати, вот здесь Вологодский есть, он родом оттуда, Вологодский он. Значит, так, знаменитый социолог, он сказал, я выписал то, что он сказал, и выписал его за книги. Он сказал, что бы ни случилось, что бы ни случилось, я знаю теперь три вещи, которые останутся в моей памяти и в моем сердце навсегда. Первое. Жизнь, даже самое тяжелое, это самое драгоценное сокровище в мире. Вдумайтесь, эти слова. Второе. Следование долгу, другое сокровище, делая жизнь счастливой и дающие душе силы не изменять своим идеалам. и последнее. Третья вещь, которую я познал, заключается в том, что жесткость, ненависть, несправедливость не могут и никогда не сумеют создать ничего вечного ни в интеллектуальном, ни в нравственном, ни в материальном отношении. Это сказал этот великий ученый. Вот этими словами я хотел бы закончить свое выступление. Спасибо вам. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.